Официальный партнер программы – сеть магазинов и гипермаркетов «Всё для дома». Здравствуйте, уважаемые телезрители! Здравствуйте, уважаемые телезрители! В саду, прежде всего, обратим внимание на наши яблони. Завершается прекрасная пора цветения. Такой яблоневый аромат по всему участку разносился. Но время своё берёт. Сейчас последние лепестки опадут и образуются завязи. И начинается у нас другая проблема. Это проблема не полива, ещё чего-то, а проблема борьбы с ледителями. Две бабочки основные – это моль-листовёрка, которая сворачивает листья. Она не делает плоды червивыми. Есть яблонная подожорка. Вот наиболее опасная. Если мы не будем бороться с этой яблонной подожоркой, то 70-80% урожая плодов у вас будет червивыми. Ну а как их использовать – это уже другой вопрос. Вот что делать? Нужно провести первую обработку, как только образовались завязи, специальным препаратом. Это препараты против гусениц. Их много. Я хочу показать три, которые я обычно применяю. Ну, прежде всего, искра. Много лет применяю. Есть искра золотая. В общем, в виде таблетки. Здесь в инструкции написано, как разводить. Далее аналог шарпей. Тоже такое уже действие против гусениц. Шарпей. И кинмикс. Вот три наиболее, так сказать, распространённые у нас, в наших условиях, в нашем регионе препараты. Они разрешены к применению. Но возникает вопрос, а чем опрыскать и когда опрыскать. Ну, когда это, конечно, безветренную погоду, в вечернее время, чтобы испарение раствора меньше было, не под дождь, конечно. А чем это нужны для обработки таких больших деревьев, соответствующих опрыскателей? Ну, два варианта вам показываю. Это опрыскатель 12-литровый, фирменный. Август пользуюсь им уже 10 лет. Их в продаже в своё время не было. Это профессиональный опрыскатель для агрономов. Ну, накачиваешь, и он работает довольно хорошо. Вот 12-литров вполне хватает, чтобы обработать весь сад. А это не только яблоня, но и другие плодово-ягодные культуры и даже декоративные. Ну, периодически накачиваешь. Преимущество его, то, что у него удлиняется штанга, что хорошо для обработки высоких деревьев. Ну, и вот то, что появляется в последнее время, аккумуляторные опрыскатели. Вот Greenvox впервые в продаже появился у нас в ООНД. 7,5 литров. Значит, включаем здесь. И посмотрите, как идёт обработка. Ну, тоже, конечно, лучший. Ну, а минус этого опрыскивателя. Ну, плюс, понятно, не надо качать. Вон, ранцевый. На плечи повесили, ходите по участку. 7,5 литров вполне достаточно для одного среднего по размеру участка. Я имею в виду для сада. А минус то, что штанга не удлиняется. Ну, и, в принципе, расход немножко раствора побольше. Ну, тем не менее, прогресс есть. И, может, постепенно будем переходить от таких опрыскивателей уже к аккумуляторных. Смотрите, как работает. Тем более, значит, к нему 4 насадки и такой опрыскиватель. Вот есть только в одном месте в городе. Это в центре инструментов Bosch. Ну, а что делать с обработкой высоких деревьев? Вот эти два дерева. Малинка, Дубровинка. Им более 15 лет. Высота где-то метр четыре. Вот для обработки таких деревьев я предлагаю использовать стремянку. То есть, если вы надеваете ранцевый опрыскатель и поднимаете стремянки, и свободно обрабатываете. Обработку деревьев нужно проводить сверху вниз. Сверху вниз. Ну, и по поводу, кстати, цветения хочу сказать, что в этом году, в прошлом году плодоносили активно, интенсивно многие деревья. И в этом году некоторые отдыхают. Это и сортовая особенность, и это биологическая особенность яблони. Поэтому вот в нашем случае, на нашем участке великолепно цвела полукультурка сорта Дубровинка. Ну, и наполовину, по сравнению с прошлым годом, это сорт Малинка. Но, тем не менее, как минимум 7-8 ведер мы плодов все равно соберем. Еще один момент. Когда деревья стареют, у них появляется поросль. Поросль – это дикая сибирская яблоня, в данном случае. Но она дереву не нужна, нам она тоже не нужна. Берет поросль лишнюю влагу, лишнее питание. Поэтому советую ее убирать. Причем приходится убирать ее, срезать методом срезания. Не один раз за сезон. В прошлом году я три раза срезал. Очень удобно пользоваться такими маленькими секаторами. Хотя обычными можно, но это специальные секаторы для таких мелких работ. И до основания просто вы срезаете вот эту поросль. Но при этом хочу заметить, что если на расстоянии у вас поросль образовалась, как вот этот гичок, то его можно оставить. Вот привязать, колу и оставить. Для чего? Вот у меня такой же был дичок. И я привил, значит, закуру. Пожалуйста, почка просыпается. То есть у меня бесплатно получился саженец. Затем я его откопаю в следующем году. И посажу где-нибудь в другом месте. Ну, а что касается полива, то прошел хороший дождь. И сейчас особой большой потребности деревьев, значит, влаги нет. Все-таки до налива еще далеко. Поэтому лишний раз не поливайте. Потому что вы вытесняете с помощью воды кислород от корней. Обратим внимание на косточковую породу сливу, вишню, войлочную, в основном и абрикос. Здесь закончилось цветение. Оно, кстати, раньше прошло, чем у яблонь. Ну и завязались вот плоды. Мы видим маленькие такие плодики. Но, в принципе, в этом году минусовых температур при цветении той же сливы не было. Поэтому завязываемость должна быть хорошая. Ну, как в прошлом году. Ну, посмотрим. Вот здесь я удалял лишние ветки, которые мешали вот этим грядкам. Все зарубцевалось. Все нормально. Но тоже есть проблема вредителя. Другая бабочка, она называется сливовая плодожорка. Тоже делает кладку яиц. И потом плоды у нас, сливы и вишни, становятся червивыми. Поэтому советую, когда мы будем обрабатывать препаратом яблоней, одноименно обрабатываем этим же препаратом и сливу, и вишни. Ну и в дальнейшем смотрим за появлением тли. У сливы очень нежные листья. И, к сожалению, для этого дерева, для этой культуры плодовой, значит, она становится привлекательной именно для тли. Как только она появляется, конечно, тлю нужно уничтожать. Ну, а как это сделать, я сейчас покажу на примере смородины. Проблема вредителей появилась у черной и красной смородины. Обычная тля поражает черную смородину, а красногаловая тля – красную. Ну, вот что мы видим на сегодня. Сворачиваются листья на этом молодом кусту. Это, кстати, сорт геракл. Значит, и вот по побегу видим, что колония тли уже на нескольких побегах. Конечно, если эту тлю не уничтожать, то у нас развитие куста данного прекращается. Но в то же время мы смотрим, чтобы закончилось светение. Ну, в настоящее время, вот, видите, на кисти уже ягоды образовались. Поэтому можно применить препарат. Значит, какой препарат? Специальный протирклид. То есть препараты, бывает, конечно, невесальные, но против подожорок лучше применять те препараты, которые назвал. А против тли – другие. Ну, вот, давно применяем на участке препарат Актора. Значит, здесь порошок. Он действует очень долго, почти месяц. И достаточно эффективен. Ну, мы его знаем давно, повторяю. А вот более современные препараты уже появились от тли. Вот, рапсалин и бионим. Ну, буквально, по-моему, два года они. Вот, в Садеме, по крайней мере, они есть. Вот, эти препараты можно применять, значит, именно сейчас, вместо Акторы. Ну, и когда вы видите небольшой очаг, может быть, одну веточку. Не только на смородне, кстати, на огурциту. Есть биатлин, вот фирмы Август. Здесь обработка идет уже аэрозольным способом. Соблюдение мер предосторожности. Эту веточку обрабатываете. И тогда вам не нужно разводить раствор в большом количестве. Ну, а по поводу опрыскивателя. Тот опрыскиватель, который мы обработаем яблони, он большеват. А вот пятилитровый опрыскиватель для таких кустов, тем более, это аккумуляторного типа, зема. Я его показывал в работе. Нажимаем кнопку и обрабатываем. Прекрасно обрабатывает. Обрабатку мы будем делать черной смородиной, красной смородиной, повторяю, как только завяжутся ягоды. Ну, в принципе, сейчас в конце недели это уже возможно. Естественно, также вечером, безветренную погоду и не под дождь. Эффект проявится, может быть, не сразу, особенно препаратов биологического действия. Ну, а вот так будет еще одна ягодная культура на наших участках. Это ампельная клубника, мощное цветение, образование завязей, много уже. Но если я не подкормлю, значит, то плоды будут мелкие. Поэтому специальное есть удобрение в продаже для клубники, для земляники. Вот если вы выращиваете клубнику в ведрах или даже на грядке, желательно все-таки ее подкормить. Ну, здесь никакой химической обработки мы не проводим против ледителей. Просто поливаем, ну, и ждем результата. То есть, первого сбора урожая. Повторяю, это ремонтантная клубника, поэтому второй раз мы будем собирать уже где-то в начале сентября. И еще, сейчас эти ведра нужно поставить не на самое солнечное место на вашем участке. Все-таки клубника, земляника, она предпочитает какие-то полузатененные места. Поэтому найдите такое место и там поставьте эту клубнику. Продолжаем активно работать в наших теплицах. Ну, а на сегодня мы заканчиваем уборку урожая промежуточной культуры. Ну, редис мы скушали здесь уже, два сорта был. Кстати, французский завтрак и второй генеральский. Генеральский гораздо лучше. Здесь шпинат, остатки вот, салат листовой. И шнитт-лук. Ну, это лук для зелени. Посмотрите, как он выглядит. Превосходно. Перо у него нежное такое. Ну, использовать можно в салатах, кулинарии. Ну, и знаменитая рукола. По-моему, на этой грядке она самая ценная из всех салатных культур. На дощах постоянно ее мы дома кушаем. Значит, в ближайшее время мы сразу же не можем все это употребить пищу. Поэтому освобождаем постепенно и в эту половину высаживаем перец. Я уже высадил. Здесь мегатон красный, мегатон золотой, еще другие сорта и гибриды. Всего восемь растений перца. Здесь они тоже скоро станут свободными. Ну, а что касается помидор, или томата, вернее, то идет развитие, вот первые кисти уже образовались, плоды. Вот. Что мы сейчас делаем? Ну, подкормку, надеюсь, вы провели. Я показывал, как голубинным пометом подкармливать. Литр сухого помета на 200-литровую бочку и по литру раствора. Низу удаляем листья, которые желтеют. Это очень важный момент. Опять с помощью этого маленького микросекатора. Пенек оставляем 5 мм буквально. Это все используем для компостирования. Ну и формирование в два стебля. Вот идет один стебель и второй. Что мы делаем? Ну, подвязку саму собой, колу. Удаляем все пасынки, которые на обоих стеблях растут. То есть идет рост как бы вверх. Это очень такой важный момент. Потому что иначе у вас куст израстет. Будет много вегетативной массы, мало плодов. Ну, всего мы сформируем где-то, может быть, 7, может, 8 кистей, зависимости от сорта. Здесь впервые изучаем лось. Есть малиновый звон. Значит, ну, ботяня. Ну, посмотрим, как они себя поведут. Поливать приходится два раза в неделю. И по поводу сорняков. Вот такие специальные рыхлители есть. Ну, просто рекомендую близко к стволу не использовать это орудие. Потому что корневая система, вот она уже здесь рядом находится. Очень аккуратно пропалываем. Можно, конечно, ударять с помощью универсального орудия R2, то есть две руки другими слогами вручную. Ну, в целом, вот так выглядит обычная теплица без всякого подогрева, обогрева. Ну, пока считаю, что нормально. А что касается вредителей, то ни тли, ни птинного клеща, ни белокрылки, вот, например, в нашей теплице нет. Если они у вас появились, то препараты, которые я показывал, черной смородине, они, в принципе, эффективны. И для теплицы их можно здесь использовать. Все для сана, огорода, ты найдешь во все для дома. Лей, не жалей! Лейка! 199 рублей! Все для дома, все для жизни! Где купить теплицу? В сети магазинов «Хозяин». Теплица «Весна» – это практичный и долговечный каркас. А инновационный поликарбонат «Полигаль Восток» – это стопроцентная защита от ультрафиолета. Урожай окупит все. С сетью магазинов «Хозяин». В садовых центрах «Садем» цены еще ниже. Семена, рассада, грунт, садовый инвентарь. Широкий выбор товаров только в садовых центрах «Садем». Ждем вас! Хотите хороший урожай клубники? «Сион» поможет вашим саженцам сформировать сильную корневую систему и легко адаптироваться на новом месте. Благодаря уникальному принципу действия «Сион» весной обеспечит быстрый рост, а летом – обильное плодоношение. Натурально, без нитратов. «Сион» – для клубники только он. На все случаи жизни, для всех инструментов «Гринвакс» – один аккумулятор. В центре инструментов – улица Подкаменская, 26. В ближайшее время мы с вами высадим всю рассаду, включая цветочник культуры. Погода позволяет. Ну а рассадник, так называемый, если у нас есть постоянный, он остается свободным. Традиционно мы здесь выращиваем баклажан, своя собственная рассада. В данном случае три сорта. «Маврик» – это гибрид, «Бибо» – это белый баклажан. И, значит, еще один баклажан называется «Алена». Ну и два перца впервые еще посадил. Ну что это дает? Во-первых, сейчас есть у нас рамы. Культура теплолюбивая, особенно баклажан. Поэтому на ночь мы их закрываем. 7-8 градусов, конечно, это явно недостаточно. Ну и в августе, когда ночи становятся холодными, это после 20 августа, тоже закрываем. И таким образом здесь собираем урожай в конце августа, в сентябре. Поэтому рассадники тоже надо использовать, чтобы они не пустовали. Можно здесь, например, поэкспериментировать с томатом. Но мы вот традиционно выращиваем вот эти две посленовые культуры. Прежде всего, конечно, баклажан. Уход пока простой, а не приживается. Только поливаем, рыхлим, если надо. Удаляем сорняки. Ну и через некоторое время проведем подкормку. Также настоем голубинного помета. Или каким-то другим комплексным минеральным удобрением. Ну и, конечно, уважаемые телезрители, обратим внимание на парник. Если он раз, конечно, есть, я надеюсь, есть. Вот в настоящее время у нас как бы он двухфазный получается. На навозе с биотоплием огурцы уже проходят фазу третьего листа. То есть два семидольных и три настоящих. Я немножко постепенно прореживаю. В такой лунке продолговатой достаточно будет оставить, наверное, 7-8 растений. Идет все развитие пока, я считаю, нормально. Подсыпал перегной свежий. Обязательно это нужно делать. Это дополнительное питание для огурца. Ну, вот эта часть, две лунки, здесь холодный парник, без навоза. Сорняки пока растут. Здесь я подсыпку еще не делал. Естественно, они тоже, растения, отстают от тех. То есть влияние тепла мы заметно видим. Ну, здесь разные сорта и гибриды. Но это больше для засолки, потому что позже будет свести, позже будет формировать урожай. Ну, и, наконец, вот впервые за многие годы, наверное, лет 20 мы не выращивали патиссоны. Вот два патиссона посадил. Сорт белый и сорт оранжевый. Ну, посмотрим в Курновии. И традиционно одна лунка, она занимается дыней. Здесь дыня медовая и дыня сибирячка. Два растения. Почему? Потому что, в принципе, на одно растение нужен один квадратный метр. Сейчас уход заключается в поливах. Их не так часто и небольшими дозами проводим. Нужно, особенно для огурца, поддерживать высокую влажность. Ну, и укрываем вот этим индиционным материалом, вот эту ниткану. Кстати, неплохой материал оказался. Держит он ночные температуры. Значит, то есть не дает растению сильно охлаждаться. Ну, мне, по крайней мере, понравился. Да, он дороже обычного нитканого куриного материала. Но он стоит того. И дуги здесь все на месте стоит. В принципе, вредителей пока нет. Болезни и корневые гнили я обрабатывал. Препарат Моминекс показывал вам. Ну, пока все будем считать, что идет нормально. Ну, у нас еще есть на участке мини-парник. Традиционно на нем выращиваем арбузы. Я посадил там 4 сорта и гибрида арбуза по одному растению. Потому что тоже для арбуза нужен минимум квадратный метр. Ну, наиболее проверенный, это, конечно, бонта. А вот впервые, значит, еще посадил собственную рассаду. Это, конечно, сорт динамит и алый сахар. Ну, динамит – это гибрид, а алый сахар – это сорт. Ну, и еще есть желтая мякотью. Я вот так называю желтоплодный. Арбуз, значит, очень теплолюбивый, жаростойкий. Поэтому его вообще не открываешь. Он закрыт у нас нетканым, филным материалом. Ну, вот такая картина по парнику. Ну, пока все, я считаю, нормально. Но ухаживать за ним, за огурцов на парнике, конечно, нужно больше и больше внимания обращать. Потому что культура явно не дачная. Тропического происхождения, любят высокую влажность воздуха. Ну, нужно вовремя открывать, вовремя закрывать. И вот использование вот такого нетканого укрытого материала позволяет, кстати, не сжечь растения, как это обычно под полиэтиленой пленкой происходит, и не сильно охладить ночью. Поэтому надо переходить на новые материалы. Ну, среди огородных культур, конечно, прежде всего, внимание требует луковичные наши культуры. Это чеснок и лук. Здесь разные сорта посажены севком. Сторон есть, красный лук, кармен, ну, и ряд других. В том числе и новые дедули на испытания. Ну, что могу сказать? Чеснок выглядит нормально, сантиметров 20. Ну, лук тоже, может быть, немножко загущенный, кажется, но мы затем прорежем. Расстояние между рядками 15-20 сантиметров. Поливы приходилось вот до этого дождя проводить через день вечером, потому что корневая система находится вверху. Ну, судя по перу, мы видим, а перу у лука зеленая, значит, все нормально проводили. Сейчас нужно делать прополки. Вот для чего междурядье делается 15-20 сантиметров, чтобы можно было применить какие-то орудия. Вот есть такая уникальная тяпочка. Давно, когда я ее привел, очень доволен результатом. Вот прямо аккуратно мы обрабатываем, удаляем эти сорняки. Но есть другие формы орудия. Вот, например, рыхлитель такой, тоже его можно использовать. Вот на чесноке, обратите внимание, здесь у нас не посеяно пальцевым методом редис, поэтому применяем орудие. Ну, а на этой грядке, на луковой, редис зашел. Значит, вот приходится применять ручной способ, то есть удаляем сорняки обязательно. Ну, и встает вопрос по проведению второй обработки против, значит, луковой муки. Я показывал уже варианты. Это горчичный жмых. Это, можно сказать, нехимический препарат. Табачная пыль. И, ну, химический, но не такой более-менее безопасный. Это землин известный. Вечером, вот сейчас дождь прошел, прекрасное время, и необходимо провести именно вторую обработку против луковой муки, потому что у ней начинается снова лед. Первую, я надеюсь, вы вовремя привели. Ну, вот табачная пыль, например, вы отрезаете аккуратненько. Не по всей грядке, а чтобы в целях экономии, нужно применять, естественно, после удаления сорняков, конечно, вот это просыпаем вдоль редка. Вдоль каждого редка, вот таким образом. Луковая муха подлетает, и она реагирует на этот запах, и улетает на соседний участок, где препарат не применялся. Поэтому, уважаемые наши овощеводы, огородники, срочно проводите вторую обработку, значит, лука против луковой муки. Ну, а на чеснок, как правило, мы не обрабатываем. Ну, а вот так выглядит лук иксибишем. Вот кончики пожелтели, это говорит о том, что где-то влаги ему не хватило. Здесь у нас 80 растений, и если я даже 75 луковиц получу в конечном итоге по 500 грамм, ну, вот посчитайте, 35 килограмм лука с этой грядки, с двух квадратных метров можно получить. Посажен по схеме 20 на 20, 20, в основном 20 на 20. Никаких подкормок не проводим. Просто корневая система находится вверху, постоянно поливаем лук иксибишем. Ну, его тоже обрабатываем обязательно либо табачной пылью, либо горчичным жмыхом, либо землиным. Хоть оно меньше повреждается по сравнению с сивковым луком, но, тем не менее, он тоже повреждается луковой мукой. Ну, а на этой грядке я высадил рассаду собственного производства, корневой петрушки, корневого сельдерея и, кстати, черешкового сельдерея. Значит, ну, рассада неплохая, сорта известные, в основном атлант, игл, петрушка финал. Ну, это именно, значит, посадка для выращивания мощных корней. Ну, а корни петрушки, особенно корни сельдерея, очень ценны. Схема посадки здесь побольше, 25 на 20 сантиметров. Вот всего здесь получилось 20 у меня растений. Ну, какой уход? Вот сейчас они приживаются, растения, но если, вот, например, у петрушки здесь нижние листья завяли, можно спокойно удалить их, использовать для компостирования. Рост будет происходить вот за счет вот этой части растения. Поэтому не жалеем, убираем. Ну, и здесь тоже самое. Уход простой, поливая, но можно сделать подкормку. Но, в принципе, я внес здесь достаточно перегноя, и поэтому считаю, что урожай будет нормальный. Ну, а убирать будем в сентябре корни. Повторяю, особенно корневой сельдерей очень ценен, и я бы советовал вам каждый год выращивать. Если в этом году нет у вас рассады, попробуйте приобрести где-то и посадить. Ну, неделю назад здесь посадил томат под нетканый укрыной материал. Это сорта высокорослые, ракета красная, ракета желтая. Здесь знаменитый кунолейский, ну, некое сортоиспытание. Каждого сорта, вот здесь шесть канавок, шесть рядков, по два растения. Нетканый укрыной материал я уже снял, значит, поставил коле. Коле, кстати, вот по интернету получил, изучаю. Интересные они, пока мне нравятся. Ну, сейчас растения прижились практически, но пасынков мы еще пока не видим. Но мы видим нижние листья, значит, которые у нас желтели, повяли. Мы их обязательно должны с вами срезать и использовать. А вот здесь есть пасынок. И использовать для компостирования. Сорта по-разному себя ведут, поэтому по-разному приживаются. Что нужно делать? Ну, уже нетканый, естественно, убрал. Это дуги у нас остаются каждый год. Мы только меняем культуры. Сделайте, пожалуйста, подкормку, аналогичную тепличным растениям. Тем же настоем голубиного помета, куриного помета или каким-то комплексным. То есть надо дать стартовое сейчас питание. Ну, а дальше, по сравнению с открытым просто грунтом, это укрываемая гряда. Все-таки здесь, видите, цветение уже. Все равно урожай здесь будем собирать значительно раньше. Я думаю, что, учитывая, что этих дуг сейчас много продается, нетканого материала тоже много, где-то 20-22 мая ежегодно часть растений, особенно более позднеспелых сортов, можно спокойно высаживать в наших условиях и выращивать в укрываемых грядах. Три дня назад, учитывая прогноз, а я все время слежу по Яндексу, мне кажется, там прогноз более точный, рискнул посадить, высадить томат в открытый грунт. Никогда так рано его не высаживал на нашем участке, но вот довольно своеобразная погода. Ночами плюс 5, плюс 6, плюс 7. Это идеальная температура для приживания растений томата. Корневая система лучше приживать. Ни в коем случае сажать томат под жару, когда уже 30 градусов, не рекомендуется. Поэтому сейчас идеальная погода сложилась, и в ближайшее время тоже для высадки томата в открытый грунт. Что я вам и советую сделать. Вот у меня уже здесь высажено несколько сортов. Здесь и кунолейский сорт есть, и сибирское чудо, и санька золотой, санька красная, это два гибрида. Вот золотая рыбка еще. Способ выращивания томата давно проверен, но я много раз его показывал в канавках. Вот здесь гряда метр сорок сантиметров. Вот три растения мы можем растить. Ширина канавки примерно 60 сантиметров. Предлагаю щадящий способ обработки гряды под томат. То есть не надо перекапывать штыковой лопатой полностью всю гряду. Берете обыкновенные грабли, вот, и делаете контур канавки. Вот я уже там высадил, здесь тоже сделал. То есть нагребаете как бы бортики такие. И далее штыковой лопатой вы просто перекапываете вот канавку. Таким образом, здесь под бортиками, под валиками назовем их, вы обработку не проводите. Но это облегчает, и потом они лучше держатся, когда, значит, внизу под ними меньше смывается с водой, под ними твердая почва. Ну и размещаем три сорта томата, рассада собственная. Вот впервые испытываем консервный сорт золотая рыбка. Значит, что делаем? Секатором удаляем нижние листья, потому что, видите, скрилленный побег. Это очень даже хорошо, с другой стороны, будем взрывать его в почву. Вот. Выдавливаем, ну, естественно, перед этим проливаем. Ну, вот такое растение мы с вами имеем. Значит, далее берем, значит, совок и после дождя немножко почва уплотнилась. И размещаем вот таким образом растение. Обратите внимание, щепотку печной древесной золы и закапываем. Размещаем растение вот строго. Следующее растение, третье. Ну и дальше земля сырая, но небольшой полив все равно нужен. Поэтому, уважаемые овощеводы, объявляю массовую посадку томата в открытый грунт. Риск, думаю, минимальный. Но я коли не ставил, на случай неожиданного прихода какого-то похолодания, всегда можно эту гряду закрыть сверху нетканным материалом укрывным плотностью 40-42 грамма квадратный метр. И таким образом растение выдержит до минус 2-3 градуса. Ну, я уверен, почему-то интуиция мне подсказывает, что таких замысков уже больше не будет. А погода сейчас для приживания этих растений стоит просто идеальная. Ну и обратим внимание на капусту. Видов капусты очень много. Вот я уже предлагал вам раннюю капусту и позднюю высадить. Ну, можно было 20 мая по нынешней погоде. Вот, пожалуйста, здесь поздняя. Это вьюга для хранения и всем на зависть. Вот 4 растения. Растения прижились, великолепно выглядят. Вредителей нет. Я против капустной мухи, которая, как и лука и муха, вот откладывают яйца непосредственно на почве здесь, возле корня, возле стебля. Применил тоже табачную пыль. Только поливаешь. Ну, а и нам предстоит в ближайшее время высадить остальную капусту. А какую именно, давайте сейчас посмотрим. Здесь у нас находится рассада в этих ящиках с индивидуальными нячейками. Капуста Краутман, знаменитая, будем высаживать где-то после 5 июня. Харикейн для хранения. Пекинская салатная капуста. Краснокочанная капуста, значит, цветная, брокколи. То есть, весь ассортимент. Ну, предлагаю сейчас высадить, поскольку рассада большая, только пекинскую. А все остальные виды капусты, они не поздние. Можно высадить, повторяю, где-то 5 по 10 июня. Если их посадишь рано, они сформируют рано кочаны. И затем долго находятся у нас на почве. Учитывая, что осенью стало значительно теплее, чем раньше. Но, тем не менее, выращивание капусты в индивидуальных таких ячейках, на мой взгляд, оно оправдано. Продолжаю, уважаемые телезрители, знакомить вас с членными новинками. Но, прежде всего, хочу обратить внимание вот на эту гриду. Эта гряда называется ДПК, то есть, древесно-полимерный композит материал. 60% здесь опилок, 30% используется полимер, пластик какой-то, и 10% различные добавки. Ну, очень удобное. Вот, все для дома. Впервые завезли. И я такую гряду хочу испытать. Здесь уже колышки все готовы, и сделана она, стилизована. Вечная почти гряда, 25 лет срок годности. Не ржавеет, не гниет, не ломается. Ну, постепенно деревянные гряды нам надо все-таки менять, как один из вариантов. Вот второе, на что я хотел обратить внимание, это все-таки садовая летняя обувь. Она особая. Вот в обычных сапогах мы уже не ходим. Появились, наконец-то, такие сандалии, назовем, или как, здесь закрытая передняя часть. Что очень важно, когда мы ходим по участкам в наших песчаных почвах. И очень это для мужчин, это вот для женщин, и даже детская обувь. Прекрасный выбор, вот в мегадоме я видел, этой обуви. Переходить надо постепенно на нее. Но, повторяю, вот, чтобы нога дышала, значит, нужна вот именно такая обувь с отверстиями. Ну, и еще одна новинка сезона, она появилась в садовых центрах Садем. Это, пожалуй, инновация. Это серия препаратов для борьбы с редителями Organic Mix. То есть для органической земледелия. Если вы не хотите использовать химию, можно применять такие препараты. Вот стоп-тлин, например, от тли, от белокрылки. Яйца хруст, даже вот личинки, куколки уничтожает. Без паутин, но это, наверное, против паутинного твища. Почва ЧИС, тоже нематоды, например, не сажает. Биохантер, комплекс-совредители, универсальный, трипс, клещи, тли. Все эти препараты, повторяю, в садовых центрах у нас Садем, но они другого уровня, соответственно, другого качества, они биологические, соответственно, другой цены. Поэтому, если у вас есть возможности, то приобретайте их, если вы не хотите применять химические препараты. И должен заметить, что эти препараты рекомендуется применять даже за 2-3 дня до уборки урожая. Но во время цветения я рекомендовать не могу. По-моему, это опасно. Ну и так, уважаемые телезрители, еще раз хочу вам объявить, что высаживаем в ближайшие дни томат в отрытый грунт смело, а также остальные рассадные культуры, за исключением теплолюбивых тыквы, кабачка. Ну, а я с вами прощаюсь ровно на одну неделю. Всего доброго. Все для сада, огорода, ты найдешь во все для дома. Горшочек торфяной 4 рубля. Фонарь садовый 149 рублей. Все для дома, все для жизни. Акции действительно на 31 мая. Подробности на местах продаж. Где купить теплицу? В сети магазинов «Хозяин». Теплица «Весна» – это практичный и долговечный каркас. А инновационный поликарбонат «Полигаль Восток» – это стопроцентная защита от ультрафиолета. Урожай окупит все сетью магазинов «Хозяин». В садовых центрах «Садем» цены еще ниже. Семена, рассада, грунт, садовый инвентарь. Широкий выбор товаров только в садовых центрах «Садем». Ждем вас. Мечтаете о цветущем саде? Вам нужен «Цион». «Цион» даст вашим любимым растениям сбалансированное питание в нужный момент в необходимом количестве и без лишних хлопот. «Цион» способствует длительному и обильному цветению многолетних цветов и легкой адаптации рассады на новом месте. Натурально, с заботой о природе. Цветы на даче «Цион» в придачу. Хватит заправлять, пора заряжать. Аккумуляторная садовая техника от «Гринворкс». Мощная и легкая, без шума и выхлопных газов. Пилы, триммеры, газонокосилки, воздуходувы. Переходи на зеленый вместе с «Гринворкс». Редактор субтитров А.Семкин